Ну раз уж мы говорим сегодня о танцах, друзья, естественно, у нас сегодня замечательные гости, классные танцоры. У нас в гостях сегодня Дмитрий Шестаев, танцор, многократный чемпион Кыргызстана по брейк-дансу. И Оскар Душенов, тоже танцор, сегодня у нас в гостях. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ну вот мы уже спросили у певцов, как сложно вставать с утра так рано и сразу же вливаться в дело и петь. А у танцоров какая в этом отношении ситуация? Сложно с утра двигаться? Ну, если честно говоря, немного сложно, потому что тело должно адаптироваться. Вы делаете зарядку? Обязательно. Хотя с другой стороны попроще, наверное. Вы в такой свободной одежде, мне кажется, сразу по виду уже понятен стиль, в котором вы танцуете. Вы танцуете брейк-данс? Да, я танцую брейк-данс. А вы, Оскар? Я танцую хип-хоп. Вот мне кажется, что эти два стиля немножечко смежные друг с другом. Я заблуждаюсь? Это что-то кардинально противоположно? Это как идет часть хип-хоп-культуры. То есть и уличная культура, и хип-хоп-культура, это что-то? Давно ли вы вообще в танцах? Я сейчас пила как жюри программы. Я уже 7 лет или 8 лет. Ага, вы, Дмитрий? Я 15-й год. 15-й год. Сколько же вам лет? Хочется спросить. Скажите, пожалуйста, ну а почему именно этот стиль? Почему не что-то академическое, не что-то, не знаю. На сцене оперы, театры, оперы и балеты у вас нет? Ну, мы, например, танцуем все. Мы универсалы, да. Просто основа у нас, у меня брейк-данс, у него хип-хоп, это наша основа. А так как мы участники шоу-балета, мы обязательно изучаем все стили. Ну, а какой вот самый для вас непривычный и, может быть, сложный в какой-то мере? Ну, балет, конечно же, это самый сложный. Но если нужно будет, то станцуешь. Конечно. Ну, а как у нас вообще дела в стране обстоят с хип-хопом, с брейк-дансом? Потому что я вспоминаю конец 90-х, начало нулевых. Еще в мое детство, когда брейк-данс как-то стал где-то уже появляться, проявляться, как сейчас обстоит за вот эти лет 15 последних? Ну, на самом деле, очень все сложно, потому что мы как бы в андерграунде, это все мало поддерживается, ну, правительством, да. Вот, очень мало спонсоров там, да, так как это не попса. Вот, из-за этого очень сложно, действительно. Ну, а какие-то батлы, как модно говорить, проходят? Батлы, конечно же, батлы мы организовываем. Да, проводятся каждый месяц. И вы участвуйте? Кто-то, кто-то, кто-то организовывает, да, в зале. Либо в качестве судьи, либо в качестве участника. Ну, а танцы — это ваше хобби или все-таки профессиональная деятельность? Больше уже как профессиональная деятельность, но все равно это для души. Вот если говорить про хореографию, это уже как деятельность. А если именно как танцы, то это для души, да. Есть последователи уже, разумеется, ученики. Ученики. Да, много-много поколений, да. Ну, а скажите, никогда не было мысли о том, что, ну, как-то танцы для парня — это вот достаточно необычно. Кто-то ходит на единоборство, кто-то ходит там в какие-то другие секции. Или, например, родители никогда не говорили, да что ты с этими танцами? Завязывай уже, давай, иди учись. Нормальную специальность получай. Нормальная практика. Все ребята, которые танцуют, они помимо танцев ходят куда-либо, там, в спортзал, как минимум. Преподают, работают. Да, да, да. Ну, у нас было такое, то есть родители говорили, ну, бросает, через танцы не может, как бы, зарабатывать. Ну, потом мы, как бы, начали больше проявлять себя и начали зарабатывать, и все... И все поменяли свое мнение. Да. Ну, а если говорить о человеке, который хочет заняться танцами, вообще с какого возраста нужно начать? Есть ли какой-то определенный возрастной барьер, да, ну, когда уже потом поздно, уже нет смысла? Если говорить о брейк-дансе, то желательно чем раньше, тем лучше. Если говорить о хип-хопе, то там и в 70, и в 80 можно танцевать. А можно вот прям принципиальную какую-то разницу? Вот чем хип-хоп отличается от брейк-данса, чтобы наши телезрители понимали, чтобы, ну, никак не путали. Ну, больше в хип-хопе идет как кач-ритм. Кач-ритм. Кач это, ну... Ну, это кач, кто же не знает. А в брейк-дансе это больше физика, которую уже действительно более-менее пожилой человек не осилит. В смысле, сейчас, если я правильно поняла, то в брейк-дансе нужно быть сильным физически и показывать какие-то определенные элементы, для которых нужна подготовка. Да, ну, если брать хип-хоп, профессиональный хип-хоп, там тоже нужна физическая подготовка. Но именно в брейк-дансе там больше идет наверх, на руки. Чем старше человек становится, тем это все сложнее. Ну, вы говорите про батлы. Я уж не знаю, это что-то большие какие-то соревнования или нет. А есть вообще в этих танцах какие-то мега-крутые большие соревнования? Там чемпионат Европы, Азии, я не знаю, мира. Да, есть мировые чемпионаты. Есть куда расти. Вот где бы вы хотели, какая там следующая планка у вас в мечтах? Я в Америку стремлюсь. Я во Францию. Жозебу, есть соревнования Жозебу. Самый мировой масштабный фестиваль. А вы считали, сколько номеров в вашем сейчас, вот, в репертуаре, который есть? Семь номеров есть. Что из них вот такого самого интересного или любимого? Есть ли у танцора любимый танец? Ну, у нас зеркала любимые. Уникальные наши зеркала. Ну, тогда расскажите хотя бы, что к чему, как там. Ну, во-первых, это уникальные костюмы. Так. Они зеркальные. Как в них танцевать? Полностью зеркальные шляпы, маска. Тяжко танцевать, но мы танцуем. Ну, стараемся, да. Ну, как бы уже привыкли. Давайте немножечко поговорим о том, что мы посмотрим сегодня. Сегодня вы посмотрите буквально несколько минут импровизации. Вот, мы будем показывать каждый свой стиль и смешивать это с национальным стилем. Кстати, об импровизации. Для вас это сложнее, чем что-то заранее заготовленное? Вообще, я бытует мнение, что лучшая импровизация — это что-то... Это отрепетированная импровизация. Вы согласны или нет? Нет, если профессионалы, они уже, ну, танцуют так, как чувствуют их тело, музыка, все, сливаемся мы. Когда новички, да, им легче там по ступенькам идти четко. Вот, а мы уже... Да. Субтитры сделал DimaTorzok